Диана 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 Это моя жизнь, это мои родители, это моя любовь. Диана, я здесь ты там, за меня и за себя с родителями. Я говорю, не переживай все у нас хорошо. Диана Аж маду к тебе бажунган, аж до ухо к тебе бабсу-то не уйдет. В 65-е годы на командировке. оттеныш ма бабушка кай и мама письмо письмо балкин сунгута камея фурта не пизжу нгани камея кинзан ма мадим адама квартире сярды ма куфейт тава тяқта даван адс хазары асаван нали деда ма чыныш ма шуттам ма бастын ма хазары еке жаруынды осы ғынды ғын 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 куста. едет great чыныш оә не так ар Yokір2 дуд который ма ба guaranteed Rain ба ғынды тэңжды хат乾 Síсаар. theta ма дding ка denгampы а ASXursа ба ғынны айташыlandе жар багер жа доар ай гу колуаздат moолам бүнек апар Аштуклатту ма... мерзұды мәзүрды ма к cuál арсу дыма красу тебе еembіраға түпқоуза аты нүр попал красивая было начали ну ни в какую она она красавица а я а вот это мне всю жизнь мешал но раком баку то ни в какую но то мембл так а вектор это мерафор что у тебя куда-то мы же он на ковы не в какую на маха за рак арт дэй как локти аркаде на минуту тая дачи иллик сэкэнэн дэбэрэйс кэпэн ну его был ничан Через месяца три, когда я у них пожила, три-четыре, не знаю, сколько, появляется он и говорю, никакую, нет, я не хочу, у меня есть молодой человек, я, а он мне говорит, у меня много девочек было, ты и меня полюбишь, я к тебе так буду относиться, меня тоже полюбишь. Вышла, выдали меня замуж, вышла, и, значит, без ложной скромности хочу сказать, что настолько мне хватало ума и сказала, ну, коль так скоро вышло, полюби, уже деваться некуда. Любить, это не от человека зависит, это не от человека, вот влюбишься, вот хочу полюбить, но не полюбишь. Но не уважать даже больше, чем любовь, нельзя не уважать было этого человека, потому что он всю жизнь в самом деле посвятил себя мне и всю жизнь, значит, любил меня, а я ему всю жизнь говорю, какой ты счастливый и влюблённый. Бываем на свадьбах, на мероприятиях, ну, и на похоронах, приходим домой, и он мне говорит, кнопка, я смотрел, смотрел на всех женщин, красивее тебя там никого не было. И вот я ему говорю, какой ты счастливый и влюблённый, потому тебе кажется, что я красивая. Когда мы идём куда вместе, мне уже, я уже старая, я прабабушка, он мне говорит, ты почему губы не накрасила, иди губы. А мы сейчас тоже наблюдаем. Почему ты губы не накрасила? Это был калаш, сделанный к юбилею. К юбилею. И здесь фотографии семьи. Наши потомки. Периоды жизни, да. И свадьбы, и юбилеи, и дни рождения. Это же наш менталитет. Надо думать, что это слово понимать. Это же мама. Поедем в город. Если у нас дети вырастут, надо будет в городе учиться. А почему я захотел в городе учиться? Ну, не надо это. Ну, почему? Ну, скажи. Я говорю, давай не будем. Будем жить в деревне. Я, значит, пойду работать в больницу или медпункт. И буду работать, тоже будешь работать. А мать будет дома. Говорит, нет. И всё. Построили, значит, в конце двора дом. Ну, как называется, временка. И перешли туда жить. А этот дом он снес. И построил вот этот дом. Естественно, я всегда рядом. Я помогала ему. Думала, что... Ну, близко родных, не брата, не сестры, чтобы он не сказал. Чтобы он так не подумал. Я же старалась быть рядом с ним и помогать. Это вырос без отца. Ему было где-то год. Он остался без отца. Отец умер. Его, значит, воспитала мать, которой было 20 лет. Овдовела и больше замуж не вышла. Воспитала единственного сына своего. Она была сильная, высокая. Красивая, сильная. Бывают же сильные люди. Но у нас мать была... Беба, давай. ...очень сильная, мудрая женщина. Беба, давай. Ну, излишне строгая. Мать, которая воспитала единственного сына, это никому не секрет. Никому это не секрет. Это жизнь. Он... Где-то у нее и ревность была. Вы знаете, вот теперь мой сын не мой, а вот твой. Вот так. Говорю, мать, нет, я не забрала у тебя сына. Это твой сын. Это твой сын. Вот так как-то я сглаживала все острые углы. Мы прожили со спекровью немало, немного, 40 лет. Если я одену детей так, как я хочу, она снимет с них вещи и оденет так, как им нравится. А я как будто ничего не вижу. Ну, говорю, ну что я буду, вот пусть ей будет хорошо. А я все вытерплю. Вот так. Ну, Рита, старшая моя дочь, ростом маленькая, но она была такая красивая, и она гордилась ее. Все обращали меня в нее. Какая красивая девочка. И она до 7 лет ее на руках носила. До 7 лет. А дети спали с ней, со мной не спали с ней. Принесу, значит, первый арбуз в дом. Я им говорю, но она нету дома, и не надо резать. Вот придет она, тогда она вам порежет. Вот так я детей приучала к тому, что есть старший, с которым считаться мама, которого любить надо. Не потому, что, хочу прямо сказать, что я обожала и совсем была согласна с ней. Нет. Но я понимала, что так делать надо, чтобы дети понимали, что со старшим человеком надо считаться, уважать. Мы особо вместе ни в город, ни в кино не ходили, потому что мать этого не хотела. И вот один раз он приходит на работу и говорит, я купил два билета, пойдем в кино. Говорит, нет, домой надо. Пойдем в кино. Пошли. Врю, значит, мы идем, а там на углу и мужики. И он мне говорит, я с ним постою, поговорю, а ты иди домой. Я пришла, встречает меня, знаешь, и вот, ну, если не надо будет, они не включат это. Ага. И, значит, потом через полчаса, час переходит он, и мать говорит, спроси, где она была, а там только зашла. И он стоит и говорит мне, камята цена, камята. Я? Такая строгая, да. И вот, значит, я как-то, может, подумала, раз он так говорит, его выдавать не надо. И я молчу, ничего не сказала, но я до сих пор, с сих пор прошла, наверное, лет 40-45. И, значит, удивляюсь, я не сказала ни слова, промолчала просто, и все. А потом я ему говорю, как ты мог так сказать? Я сам ее боюсь. И я думаю, видите, бабушка все-таки оставила свой след и правильное воспитание детям. Вот так вот. А потому старших надо любить, старших, терпеть, уважать. Конечно, потому что в жизни все бывает потому, наверное, уже а вот молодым можно потерпеть. Да, потерпеть. Я верю в судьбу. И я всегда говорила так, коль мне судьбою достались они, так терпи, мать. Вот так. А терпеть мою бабушку было непросто. Непросто, я вам мягко скажу это. Ну, вытерпела. 40 лет прожила. У нее очень много положительных было качеств. Очень многому я у нее научилась. Есть у меня дивер-брат младший с достоинством человека, который тоже такой, такой, с достоинством натуральной осетины. Никогда не курил и никогда ничем не злоупотреблял. И Алану говорила, видишь, Ахшар, он никогда не курит, он никогда не пьет, он никогда лишний не говорит. Вот учись у него. И слава Богу, моему сыну 50 лет, мне кажется, он ни одну сигару не выкурил и никогда полную рюмку залпом не выкил. Ну, а девочки, так вообще, я с ними ничего не знала. Я им скажу слово, вот так, вот так, вот так, они за рамки поведения никогда не вышли. Никогда. А эта, Белочка, стимул нашей жизни. А это всех перекрыло. Всех перекрыло. Это вот такое счастье, понимаете, вот это счастье заставляет людей быть молодыми. Вот это называется, это называется счастье. Тошечка, посмотри, Тошечка. Это мой, мой старый. А ну, сейчас, да, она вообще стихнет. Да. Мои дети должны быть с высшим образованием. Все. У меня самого нет высшего образования, а дети мои должны. Ну, старшая дочь поступила в университет. И, значит, на последнем курсе, по-моему, было, вышла замуж за военного, за Замбеева. Он окончил военное училище, их отправили в Иркутск. И вот 30 с лишним лет живут там. вот это, ага, потом, значит, когда мой сын Алан закончил 11 классов, поступил, значит, без всякого, якого, я даже не знала, где сел, в институт, где что. Сами, сам поступил в институт. В этом институте он закончил два факультета. Потом, значит, Диана поступила тоже в университет, закончила университет, потом поступила на Юрфак, и, между прочим, Алан тоже закончил третий институт, Юрфак, и Диана тоже. Ну, Алан судья, Диана работает помощником судьи Ленинского районного суда. Вот так и мы воспитали детей, а вот это моя внучка Зарина, внучка моя, родилась, значит, в Иркутской области, в тайге военной, дочь военного, и, значит, потом, появился у меня второй внук Заур, потом третий, значит, внучка Софа, это на севере, в Иркутске. Зарина моя умничка, первая моя внучка, закончила школу с медалью, поступила в Иркутский мединститут и закончила с красным дипломом. Она врач, гинеколог, оперирующий. Проработала в Москве, вот позавчера приехала, тоже вышла рано, замуж выскочила, и мне она подарила правнука и правнучку мою, на нюшечку. У моего сына, значит, внучка у меня, Лерочка. Почему я не называю по имени, я сейчас вам скажу. В те далекие времена, когда я была, ну, лет 15-16, может, 17, не знаю, у нас в деревне, недалеко от нас жил, его звали Хамидз. Он такой черный, брезвый человек, вот такие усы. И мне девчонке в 15 лет, это так противно. И имя противно. И вот говорю, даже Бог, Бог меня придел и мне подарил мужчину с именем Хамидз. Как же я его назвать псевдонимом? И вот тогда Павлуша. И вот с тех пор он Павлуша. И правнучка моя говорит, Павлуша! А баба как зовут? Павлик. Она меня не знает, наверное. На кого равняется вся семья? Все смотрят на них, все всегда советы спрашивают, все всегда... Даже до сих пор отпрашивают, кто у них куда-то. Поэтому это... Да, это такой калаш жизни. Он у нас постоянно висит на видном месте. Каждый день мы общаемся с теми, кого не видим каждый день. К образу. Те, которые приходят. Да, все. Конечно, это очень удивительно для всех, кажется. Ну вот так вот мы и живем. Дружно, мирно, любя, уважая друг друга. Я вообще не представляю, как можно жить вдали, как моя сестра прожила 30 лет. Скучает безумно. Безумно. Она каждый год приезжает летом. Она детей не оторвала от Осетии. Все трое детей выросли в Осетии, можно сказать. Знают обычаи, почитают старших. Средний сын жениться по осетинским обычаям. В Иркутске была свадьба, мы повезли национальные костюмы. В общем, все это было так торжественно. Все было с мадукушем, с тремя пирогами. Русские очень были приятно удивлены почитанию старших, как это в Осетии. Ну, потому что это лицо. Лицо осетин, да, в Иркутске, это семья. Там тоже у них все прекрасно, все хорошо, они спокойны за них, любят друг друга, уважают. Внуки, ну, не знаю, динамик, для них это все. А мне что еще надо? Я вижу, что они живы-здоровы, я живу этим, я счастлива, что у меня такая семья, такие родители. Их пример в жизни для меня очень большую роль сыграл. Я вот эту мудрость тоже хочу пронести через всю свою жизнь. То бишь, обидеться, разойтись, любой может. Но этого много ума не надо для этого. А чтобы, как моя мама, пронести семью с достоинством, это большая работа, это большой труд. И глядя на них, я вот так же и стараюсь пронести свою жизнь. Женщина должна быть терпеливой, мудрой. Не надо ломать мужиков. Не надо их ломать. Ты женщина, природа хитрая, умная. Найди подход к своему молодому человеку, к мужу. Да в любом возрасте. Скажи, добрый человек, если ты что-то хочешь, обмани его. Ну, обмани. Мужика можно обманывать. Говори добрые слова. Приголуби, и он сделает так, как ты хочешь. Но не так. Какой недоверчивый человек. Ну, не так надо. Ага, я сказала так, не так надо делать. А надо, а надо другим путем лаской мужика брать надо. Мне кажется, Хамес только сейчас понял. мы смотрели. смотрели? Я давно говорю. Да, да, да. Вот, любой мужчина, любой мужчина можно, значит, вот, направить туда, куда ты, женщина, хочешь. Но не так вот, как женщина. Не надо мужика ломать. Не надо. Вы можете сказать, что все-таки он добился своего, и вы любите его. Не любить такого человека нельзя. Абсолютно добрый. А трудоголик это что-то. Любил семью. Любил, если бы можно было все 24 часа работать, он бы все 24 часа работал. трудяга. Я никогда, когда женщине говорит, о, на лакхазаре не сделан, дарнажон, и нечет. Я никогда не нуждалась и не понимала, что у меня в доме какой-то беспорядок. Все, он все, здесь электричество сам, и канализацию, и устанавливал все, сантехнику, все сам своими руками. Вот. И огромное уважение к этому. Человек я хочу сказать, хочу сказать, что, еще раз хочу подчеркнуть, что жизнь прожить не поле перейти, в жизни все бывает. Вы думаете, что все розово и гладко было? Нет. Мы и ругались, мы и милили, все. Надо учиться на чужих ошибках. Вот со мной, значит, работала моя родственница в санэкспресс-станции, она была разведенная, воспитывала дочь, и она мне говорит, Нина, никто меня не выгонял. А вот, говорит, я разозлилась, что-то не шло, мы поругались, я забрала свою дочь и ушла. Знаешь, до сих пор я об этом жалею. Никто меня не выгонял. Почему я ушла? Жалею. И вот я подумала, да, вдруг я тоже вот так поступлю, а потом пройдет время и пожалею. Так потерплю, вытерплю все. Ну, вот так вот. А теперь пришла такая старость, такая старость пришла. Все нас балуют. И дети. И дети так понимают, чтобы наперекор что-то было сказано, чтобы когда-то обидели. Я этого в самом деле не помню. А внучка, внуки, это вообще. А правнуки, это моя. Это радость жизни. Все балуют нас, все уважают нас, все любят нас. 53 года. Это, мне кажется, что длинный путь все-таки жизни, в которой было все. В которой это мы ждали молодым. В которой было все. И материальная нехватка. строишься, как в те времена, когда купить просто так ничего нельзя было купить. Построили дом, крыша не накрыта. Шифера нету, не можем купить, нигде нету. И вот, когда дождь идет, а я плачу. Говорю, Господи, идет, мы построили, теперь крыша не накрыта, и дом вот так вот. Вот так. Вот было тяжело. Трое детей, бабуля. Ну, все с честью перенесли, не уволили, работали, трудились. Вот так, значит, и дом построили, и детей вырастили. Все мечты не могут исполняться, правильно? Но в основном жизнь удалась. Я так думаю. самое главное у родителей, когда дети положительные, когда они живы здоровы, и когда они любят и уважают тебя, вот это вот потом, значит, все, что было, допустим, в жизни, трудности, неприятности, все это забывается, потому что вот старость, и тебя все любят, и тебя все уважают, а тебе заботятся. Ну, вот как можно. Да, жизнь удалась, мы счастливые старики. Очень, да.